Азербайджан обладает многовековой великой историей, но их история была уничтожена. В этом видеоролике вы увидите неопровержимые факты истории Азербайджана и азербайджанцев. Библиотека Конгресса Соединенных Штатов Америки является самой богатой и самой достоверной библиотекой. На карте Азии, которая была выпущена в 1799 году, четко показаны границы государств. Во-первых, не удивляйтесь, что казахское ханство настолько большое. О нем я скажу в конце. Во-вторых, в границах Персии есть полностью весь современный Азербайджан. Но это не значит, что азербайджанцами правили ираноязычные народы. Все абсолютно наоборот. Карта была составлена в тот момент, когда Персией правила династия Каджар. По официальной истории, а также официально сохранившимся документам, языком правящего двора и армии был азербайджанский язык, потому что вся Персия принадлежала азербайджанцам и их армии. Но впоследствии войн, граница Персии менялась. На этой карте есть два момента, которые дают сотни ответов. Часть современного Азербайджана европейцы подписали как Шерван и Албания. Европейцы того времени хорошо знали историю. Во-вторых, то, что называют иранским азербайджаном, также подписано медиа. Медиа Адербайджан. Официальная история говорит, что медийское государство исчезло еще до нашей эры. Но тогда зачем европейцы называли иранских азербайджанцев медийцами? Ответ очень простой. До 1850 года историю азербайджанцев, армян и персов никто не искажал. Это произошло после того, как европейские династии пошли на захват планеты. В газете The Portland Daily Press, вышедшей 4 февраля 1865 года, у американцев есть очень интересная статья. Есть только одна страна в Азии, которая способна одержать победу над Россией и Англией в Индии. Это непокоренная независимая Тартария. Независимая Тартария нам известна как казахское ханство. Мировому господству европейцев мешали только тюрки. А если быть более точным, то мешали тюрки казахского ханства, Османской империи и Персии, которой правили азербайджанцы. А теперь перейдем к одному из главных моментов в истории Азербайджана. В газете The New York Herald, вышедшей в 1853 году, есть статья о том, что Российская империя не может вторгнуться в Британскую Индию, пока Персия или независимая Тартария не станет русской провинцией. Для мирового господства было только две проблемы – казахи с узбеками и азербайджанцы в Персии. Но вернемся непосредственно к истории Азербайджана. На итальянской карте 1679 года, то есть до того, как пришла династия Каджар, европейцы также подписывают иранский Азербайджан как государство медиа. Часть современного Азербайджана, как и подобает, подписана Шерван. Часть территории, которая будет разделена между Азербайджаном и Арменией, подписана как Иран и Каразбах. Степан Данилович Бурнашов – это русский генерал-майор, сенатор, писатель и картограф. В 1786 году он написал книгу «Описание областей адербайджанских в Персии и их политическое состояние». Книга была выпущена в 1793 году. Бурнашов был очень грамотным человеком, поэтому в слове он сказал следующие слова «К теперешнему положению тех земель, которые под именем Адербайджан разумеются». Владение Дербенское, хотя и должно принадлежать Дагестану, но город Дербент был завоеван персами 450 лет назад. Нухисьшакинское ханство сделалось 36 лет назад на землях, принадлежащих из Древлегрузии. А теперь один из самых главных моментов – Шерван. Шерван почитался прежде особливой приморской провинцией Персии, но ныне в числе адербайджанских земель. У Шерванской области есть два владельца – Магомед Саид хан и брат его родной Акаси хан – живут в Аксу или в Новой Шамахе. Еревань, город и немалое владение, было завоевано 40 лет назад, то есть в 1746 году. Ереванский хан может поставить войско до 5000 человек, в числе коих третья часть армяне. Иногда в эту армию призывают кочующих курдов. Как говорится в официальной истории, Ереванское ханство было образовано в 1747 году. Араратский патриарх, к которому армяне этих стран приближены, живет в монастыре Чмядзин. Чтобы в армянские деревни не помещали мусульман, он платит 1000 рублей. Иногда дает 1000 и 2000 рублей в долг, но этот долг никогда не возвращается. Поэтому в наше время существует определенный конфликт в истории. Когда историки Азербайджана говорят, что Ереван принадлежал им, упоминая Ереванское ханство, они по сути правы. Но возникает вопрос. На карте 1769 года династия Каджар еще не захватила Персию. И вопрос состоит в том, принадлежала ли Персия тюркам и при чем тут азербайджанцы. С 1501 года по 1722 год Персия, Азербайджан, Армения, часть Сирии, Ирака, Афганистана и Пакистана была под властью Сефовитского государства, в котором по официальной истории и достоверным документам языком правящего двора и армии был азербайджанский язык. Простые люди, купцы и местные правители говорили на своем языке – иранском, армянском и арабском. Но главным языком правительства и армии оставался азербайджанский язык. Сохранились документы, записи и письма этого государства. Они написаны на азербайджанском тюркском языке, арабской вязью. Письмо Сефи I императору Австрии и королю Венгрии Карлу II Фердинанду написано на азербайджанском языке, точно так же, как и письмо султана Хусейна. Официально происхождение сефовидов достоверно неизвестно, но представители династии использовали азербайджанский тюркский язык в качестве своего родного языка. В 1762 году германский картограф и путешественник составил планы городов с их описанием. Город Баку – это город в Медене, на берегу Каспийского моря. Шамахия – это провинция Ширвана. Но снова возникает вопрос, кто на самом деле населял эти земли, как назвали народ, который жил в Албании, Ширване и Медии. Аль-Якуби – это арабский историк, географ и путешественник. Он жил в IX веке и умер в 897 году. Он написал книгу «Стран» и два тома по истории. Его книга по истории была написана в IX веке. Из этой книги мы выделяем Азербайджан и переводим в гугл-переводчики. Получается, что в 800-х годах уже был Азербайджан. Под Азербайджаном здесь идет описание того, что мы называем иранским Азербайджаном. Но только древний Азербайджан был больше по размеру, чем современный иранский Азербайджан. Также в Азербайджане есть арамейский город Кой и Салам. Город Кой и Салам населен азербайджанцами и евреями. То есть еще в IX веке было не только государство Азербайджан, но также было определение азербайджанский народ. А это еще раз повторюсь в 800-е годы. То есть азербайджанцы жили на этих землях еще до того, как на эти земли пришел Чингисхан. Поэтому неудивительно, что в Азербайджане находится одна из самых древних общин евреев, вернее сказать горских евреев, которые появились на этих землях примерно 15 веков назад. Я как мусульманин должен отметить тот факт, что между евреями Азербайджана и самими азербайджанцами почти никогда не возникало конфликтных ситуаций. Среди списка самых древних карт вы можете найти карту X века. А теперь посмотрите, как Азербайджан пишется на арабском. Точно так же, как и на карте в X веке, государство Азербайджан находится на побережье Каспийского моря. В Википедии находится статья о тюркских языках. В этой статье есть ссылка на карту, которая была издана в X веке. На ней отмечены тюркские языки и народы. По арабской истории Аль-Якуби в IX веке уже точно существовал Азербайджан. И неудивительно, что на карте X века мы легко находим государство Азербайджан, которое здесь подписано как Адербиджан, то есть прежнее название Азербайджана. Все эти карты есть в открытом доступе. Вы можете набрать в гугле самые древние карты и вам покажет статьи, в которых будет именно эта карта. На данном сайте были опубликованы карты еще в 2009 году. Среди всех этих карт меня заинтересовала карта Али-Дриси. Эта карта была создана в XII веке. И естественно, что на этой карте мы находим государство Азербайджан. На арабском вы можете прочесть Адербиджан. В 2015 году была опубликована статья название России, о которых вы не слышали. Здесь приводятся различные карты. Меня лично заинтересовала вот эта карта. На ней я снова нашел государство Адербиджан. На самом деле не только есть карты. Также существуют и сотни документов Османской империи, которые содержат упоминания Азербайджана. Азербайджанцы прекратили править Персией только в 1925 году, когда иранцы при поддержке Британии и Франции захватили власть. Как я уже сказал, для мирового господства европейцев мешали тюрки. И к сожалению, азербайджанцы оказались слишком сильными тюрками. Поэтому неудивителен тот факт, что с приходом коммунистов на территорию современного Азербайджана, арабская вязь была заменена на кириллицу. Я не буду спорить о том, что на территории современного Азербайджана проживали и другие народы. Но если посмотреть на этнографическую карту, которая вышла в 1910 году, территория современного Азербайджана почти полностью заселена тюрками. Я закончу свой видеоролик тем, что еще раз напомню, как европейцы пришли к мировому господству. Российская империя и Британская империя соревновались в том, кто захватит больше территорий. Для господства России мешали только Персия и независимая Тартария. Но как показала история, династия Каджар, а также казахи с узбеками не смогли выдержать эту войну. Поэтому самое страшное, что может произойти для европейцев, это объединение тюрков. Если объединиться Турция, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, хотя в этом случае я лучше промолчу, потому что для этих событий должны произойти большие войны. Продолжение следует...